И всем привет, с вами Росиксон. Сегодня я расскажу про ремонт студии под сдачу, как ее покупал, сколько потратил, а именно на материалы, технику, за сколько сдаю и в конце расскажу, почему именно решил купить студию. После сдачи отделка была белые стены, также пока я буду говорить, часть чеков, фото самых важных и дорогих товаров будет на фоне, ну и конечно фото, видео в самой квартире после и до ремонта. Ремонт я делал из того, что мне нравится и сам выбирал кафель, мебель. Думаю, если бы я экономил, можно было бы уложиться в 300 тысяч на все про все, а то и дешевле. Сейчас же я перечислю то, почему у меня получилось дороже, а также в конце видео бонусом скажу, за сколько уже сдаю студию, ну и кому. Начну по порядку, а именно с чем вы столкнетесь, когда получите ключи от квартиры. Самое первое, это найти бригаду. Если знаете цены и людей, можно сделать каждую работу по отдельности. Мой друг, понимающий в стройке, сказал, что так было бы дешевле. А так, наша задача найти дешевую и проверенную бригаду. Вы можете узнать у друзей. Как правило, при приемке квартиры вам уже предложат сделать ремонт. Когда мне предложили, я отказался. Рядом со мной делали ремонт соседу. В лифте я уточнил, кто ему делает ремонт и за сколько. Я зашел в его квартиру, посмотрел, и мне все понравилось. Поэтому я договорился с этими же строителями. Также мне установят сантехнику, кафель, технику, выровнят полы, поставят двери, кафель на балконе, ну и так далее. И какие-то еще мелкие работы, может и большие, но о которых я забыл. И все это в сумме за 140 тысяч. Как вы считаете, дорого ли? Можете написать в комментах. Я считаю, что нормально. После того, как вы нашли бригаду, нужно покупать материалы. Очень хорошо, если с этим будут помогать работники. Мне помогли. Даже часть они закупали сами. Мне все-таки не очень охота было ездить и разбираться со всем этим. Хотя, больше трех раз в магазе я точно был. Материалы, технику и тому подобное я закупал по мере необходимости. Начал с того, что купил три лампочки на Алиэкспрессе за 2000 рублей в сумме. Тут, думаю, зря сэкономил. Люстра в комнате не яркая, но все же терпимо. Но тут стоило добавить несколько тысяч и выглядело бы лучше. На свете точно не стоит экономить. Унитаз с микролифтом за 12 тысяч. Кафель в ванну за 70 тысяч. Но тут я хотел взять кафель яркий и под мрамор. Я нашел идеальный и купил именно его. Также кафель на балкон вышел примерно 10 тысяч. И в прихожую около 8 тысяч. Плюс к этому двери, бетон и разные материалы. Еще 40 тысяч. Также чуть позже расскажу про метраж, местоположение, район и тому подобное. Далее ванна, большая раковина, стоили около 40 тысяч. Плюс смеситель тысяч пять. Далее у нас идет гардероб. Шторы и стул за 23 тысячи в сумме. Кухня за 33 тысячи. 15 тысяч плита. 19 тысяч холодильник LG No Frost. В основном все материалы я закупал в Леруа Мерлен. Там относительно дешево, качественно. Да, кто-то может сказать. А вот можно заказать в Китае и тому подобное, сэкономить. Но мне легче заняться работой, чем разбираться в этом. Думаю, начать разбираться в этом стоит, если вы часто делаете ремонт или у вас несколько квартир. Также кровать, матрас, стол и стулья стоили 31 тысячу. В итоге у меня вышло 500 тысяч на все про все, из которых 170 тысяч это оплата работы. Остальное это материалы и техника, а именно около 330 тысяч. Также буду благодарен, если в комментариях поделитесь опытом своего ремонта, заметите какие-то мои ошибки и укажете на них. Так как я надеюсь, что это первый, но не последний мой ремонт. Где же находится студия? Метро Девяткино, 3 километра или 25 минут пешком по навигатору. Она площадью чуть больше 20 метров. Вот примерно как-то так. Так, рабочие сделали ремонт за месяц, а в сумме ремонт завершен за 2 месяца, так как я улетал отдыхать на месяц. Я сдаю квартиру бабуле за 16 тысяч 500 рублей в месяц без коммунальных услуг. В месяц зимой примерно уходит 3 тысячи на коммунальные услуги. Квартира покупалась примерно за 2 миллиона 700 тысяч в 2021 году, если я правильно помню. В итоге, когда я покупал квартиру, был бычий рынок. На криптовалюте все росло и, в общем-то, у всех было много денег. Я рад, что инвестировал в недвижимость, хоть мне на нее немного и добавили. Я вышел из высокорисковых активов, менее рискованные, как я считаю. В следующий раз я планирую сделать так же, заработать на риски и зафиксировать прибыль в бетоне. Я знаю многих людей, кто был миллионером на бумаге, но потерял большую часть средств разными способами. О криптовалюте это легко. Думаю, это будет им уроком. А что думаете вы? Как вы диверсифицируете портфель? Что думаете о покупке недвижимости? Вот и конец видео. Всем удачи, пон! Субтитры сделал DimaTorzok